Итак, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Блавин. И вот мне нечего делать, я решил поговорить о том, как создавалась первая сеть для моего чудеснейшего сериала. Дело в том, что у меня на компьютере очень много файлов, связанных с этой сетью, и надо бы всё подчистить, и всё-таки хоть что-то я хотел бы сохранить в таком вот архиве небольшом на ютубчике. Вот. Расскажу о том, как делалась анимация, с чего всё началось. Расскажу об каких-то фишечках, что я использовал, как шоу-монтаж, и всё такое. Это будет интересно тому, кто сам создаёт анимации, кто хотел об этом научиться, кому это интересно. Ну вот. Кто хочет просто смотреть сериал, то лучше выключить это видео. Скорее всего, вы просто убьёте себе иллюзию анимации. Вот это вот чудесное чувство, да? Но там нет, теперь это нечего. Я знаю, как создаются игры, я знаю, как создаются фильмы, я знаю, я программист, я знаю, как создаются программы, и никакой магии для меня уже ни в чём нет. Мда. Вот. Собственно говоря, ещё надо ли чё-то сказать, а ну будет мат, как минимум будет одноматная цитата. Вот. Что ещё надо ли чё-то ещё сказать? Да, в целом вроде бы всю информацию-то как гласил. Ну, началось всё с идеи. Я... У меня как Акимол мне ёбнула в мою голову замечательнейшая идея. Мне так показалось. И она действительно хороша. Как видите, она дошла до реализации. Это уже дорогого стоит. Как вам сказать, до конца мне доходит всего одна идея из десяти. Все остальные где-то задыхаются, или... Как я пытаюсь что-то продумать дальше, или на этапе создания, или ещё где-то. В общем, одна идея из десяти доходит до конца. Ну, я так всё обдумал, придумал центральный сюжет. Ну, как центральный, я придумал примерно на середину и примерно на финал. Остальное всё было довольно пустовато, но, тем не менее, костяк сюжета был готов. И начало у меня тоже было довольно скомканное, но вот саму суть, эту сюжетную линию, я её придумал. Я это сказал друзьям, они посмеялись, поддержали меня. Ну, как это обычно бывает, просто засрав всё и вся. Но, тем не менее, я и благодателен, потому что без друзей этого бы ничего не было. Потому что очень много советов было мне дано. Вот, ну и погнал я. Написал сюжет, разгрузил свою голову. Сюжет много раз переписывался. И я, скорее всего, ещё раз его перепишу, прям вот... Сегодня-завтра, наверное. Потому что добавилось очень много деталей каких-то, я хотел бы внести. Нарастить, так сказать, вот это вот мясо на сюжет, да? Чтобы было больше каких-то интересных моментов. Вот с чего всё началось. Идея, да, понятно. Начал я анимировать. Казалось бы, ну, сейчас процесс пойдёт, как план Барбаросса. Хуй там. Началось сейчас с багов Майн Эмматора. Сейчас вы можете наблюдать где-то на своих экранах. Видео, где... Эклибит трава, мелькают тени. Всё криво-косо-непонятно. Техническое совершенство Майн Эмматора. А мы начали с этой программы, я делаю свою чудеснейшую анимацию. Просто во всей красе, ну... Да не, давай, я проклинал всё. Я менял настройки. Я... Что я только не делал. Переотендерил. Проект пересоздавал четыре раза. Также, кто внимательнее, может заметить, что изначально не был текстурпак. Но позже было обтяните решение его убрать. Дабы избежать каких-то... Других проблем. Да, в будущем. Поэтому мы думаем, всё, ну и вы нафиг. Я просто переставил Майн Эмматор. Спустя два дня мучения, я уже вклинился делать так. Максимум, что я там сделал, то выстрелил настройки рендера. На максимум, больше настройки решил не трогать. Вот. Вообще, по разным веросям сценария первая сеть должна была заканчиваться по-разному. Но, как видите, закончилась тем, что закончилась. И это, наверное, самый продолжительный вариант первой сети, когда они... Ну, кто, кстати, не понимает, о чём я сейчас говорю, выписывается где-нибудь в подсказочках. Приглашение на танец первой сети. Вот это сериал, которым я буду занят. Ближайшие года три, наверное, потому что чуть ли то, с какой периодичностью будут входить серии, то в год, дай бог, сети пять хотя бы. Вот. Ну, хотя, с другой стороны, дальше сложнее быть не должно. Хм, да. Выход киберпанка, сессия, Новый год. Никаких осложнений вообще не предвидится. Прям никаких. Одним из самых сложных этапов было найти скины. Я уже вот сейчас понимаю, что надо искать скины по текам. Допустим, пишешь в Средневековье, где там выпадают какие-то рыцари, смотришь, что тебе из них подходит. Вот. Я же просто искал скины. Скин парня, скин там для девушки, скин пацана, скин для мужчины, скин для мальчика. И по таким запросам пытался что-то найти. Столько дерьмовых ски... Столько дерьмовых скинов я не видел никогда. Это была адская головная боль. Найти персонажа, который бы... Ну, я же как-то себе в голове представляю, правильно? Ну, вот. Очень было сложно понять, что именно... Очень было сложно найти то, что есть в моей голове. Но пока что все персонажи идеально в образы попадают. Вроде как всё правильно. Ну, вот. Так. О чём ещё стоит поговорить? Что касается того, как это происходило, анимация. Ну, в Война-Мастере... Поначалу всё ещё путался в кнопках. Начал анимировать лица. Вот. На самом деле, это казалось легче, чем я думал. Поначалу думал, что это вообще непосильная задача. Как так лица анимировать, в эмоции попадать. Но на самом деле, это не так сложно. Ещё там буквально сеть ли три практики и будет всё вообще идеально. Также стоит понимать, что моя производственная мощь — это один я и чититель друга моих советчиков. Ну, ещё, может, мелкие помощники. Кто-то мне скин помог дотрисовать, кто ещё что. Кто-то просто актисловак, что-то советует. С кем я просто общался на тему сериалов, на тему Майнкрафта, как сюжет подавать. Ну, так, обменялись опытом с одним пареньком. Вот. Извините за мой какой-то медленный темп, неподготовленный. Я просто не особо знаю... У меня нету плана, по которому я вообще договорил. Я просто сел и от нечего делать начал вам надиктовывать текст. Вот. Сейчас мы говорили о сцене за сценой. Так, продвигалась работа. А, потом дошли до битвы с зомби. Там, я согласен, вот там есть косяк. Даже два косяка. Первый — это удар ногой. Он реально сделан так себе. Там я совершил большую ошибку. Вот, те, кто сейчас делает анимацию, можете послушать. Такое мое первое наблюдение касаемо этого. Я... Это не гайд никакой, никакое неточное обучение. Просто мое наблюдение. Чтобы сделать нормальный пинок, нужно сначала анимировать пинок. Выставить там всякие фреймы. И вот если вы уверены, что вы пинок не будете переделывать, только после этого нужно делать второго персонажа, как он откинется. Потому что если делать это параллельно, это смотрится ужасно. И как видите, я сделал, показал это наглядно. Могло быть куда лучше, но как есть, так и есть. Моя производственная мощь — это один человек. Поэтому есть моменты, на которых, скажем так, я подсэкономил, да? Вот. Хотя все-таки делаю я на совесть. Я... Вот, кстати, на сцене зомби, там как раз-таки мне и подупал интерес. Опустились руки, потому что я не видел результата. Зашел в эматор, потупил, сделал кривую сцену, вышел. Просто... Мэх, все настроение упало. Благо, я в себе это собрался и понял, что мне нужно видеть результат всегда. Поэтому теперь, если захожу в эматор, то сцену я или сделаю, или сделаю наполовину, но в том, чтобы ощутимо работа продвинулась. Сейчас у меня нет такого, чтобы я зашел и просто начал бы там сидеть, тупить. Я в себе работаю только на результат. Вот. А потом, Блавин там поднимает камень. Это кнопка. Кнопка отлично камень сыграла, кстати. Вот. А он поднимает один камень. В правой руке у него другой, в левой руке у него уже третий камень. То есть там буквально два дублярок требовалось, чтобы кнопка нормально в кадре была. Не знаю, что это будет с видеоклядом, потому что сначала пытался записать свой рабочий стол. Ну, а потом я понял, что как-то неудобно получается. Лучше будет сидеть и так надиктовывать текст, потом что-нибудь поставлю на видеокляд. Как у меня получилось, смотрите сами. Но я особо заморачиваться не буду, ребят, если честно. Потому что в времени надо на другое тратить, на анимацию уже. Вот, сейчас я пока отдыхаю. Да, сегодня и завтра. А завтра я уже возьмусь за вторую серию, уже по-нормальному. Сейчас просто пока что обдумывал всё. Кстати, очень много времени ещё я просто думал над персонажами, над сюжетом, над тем, как ставить сцены. Поэтому даже если я не в маниматике, я всё равно постоянно думаю, постоянно продумываю сцены. Вот, ну, собственно говоря, дальше сцены за сценой. Всё же, всё идёт неплохо. Я так понял, дальше приедраться-то не к чему, а момент, где они встречаются с... Хм, да. Персонажи так-то... Персонажи так-то есть имена, если что. Не знаю, как вы будете их узнавать, но я могу сказать, что челик в зелёном это Кейзи. А челик в красном это Фарад. Вот. Файтлет, нет. Фарад. Да, Фарад. Вот так звучит. Это, наверное, вообще одна из лучших сцен. Там я на звуках вообще отлично сыграл, как мне кажется. Прям вообще идеально, шикарно получилось. Такая вот интрига. Да, немножко клиширована, конечно, но по мне хорошо получилось. Вот. Ну и последняя сцена делалась в последний день. Хотя на самом деле в последний так получилось. Там, в общем, там больше времени ушло на постройку декораций. А надо ещё декорации строить, потому что дальше будет всё куда-нибудь интереснее. Вот. Она делалась в последний день, из последних сил. И потом я пошёл накладывать звуки. А, да. До этой сцены. Тампер и персонажи типа познакомились. И вместо того, чтобы делать то, как они там друг к другу подходят, прижимают руки, я просто сделал одну анимацию, повторил её несколько раз и просто менял скинги. Гениально, не правда ли? И главный смысл понятен. У меня вообще отлично получилось. Вот. Ну и последняя сцена, она делалась в последний день, как я и сказал. И в целом со своей задачей как-то под... Как сказать? Подогреть интригу она справилась отлично. Вот. Да, это не самый интригующий момент, конечно. Всё-таки, как видите, не дошли до водопада. До такой интересной локации. И стоят, смотрят на карту. Симиряются с ней. Вот. В целом, закончена, как по мне, отлично. По одной из вершлей сценарий вообще первая сцена могла закончиться на том, чтобы лавин падает в расщелину. И всё. Вот я тут сижу, сижу, что-то разговариваю сам с собой. Интересно, хоть кто-нибудь здесь досмотрит. Надеюсь, всё-таки, что вам интересно слушать. Потому что мне вот надо излить душу, знаете, вот так с кем-то поделиться. Ну и чтобы с компа удалить все лишние файлы. Потому что сценить систему неохота. Сотни просто дублей было сделано. Нет. Десять сцен, при этом сцена всё было перерендерено. В последний день, прям в последние минуты, я же пообещал уже серию выпустить, правильно? Я ещё пообещал воскресенье. Но я понял, что я со звуками не успеваю, и в полтора часа ночи я такой, мя, всё, давайте до завтра. И последние три дня я работал просто на износ. Потому что понимал, что я так уж и долго тянул с выходом серии. Уже вроде как пообещал, поэтому надо было делать. А я зашёл в проекты, и понял, что мне надо их перерендерить, и там один эффект был тупой. Фильм Грейн, вот эти вот точечки. Мне по-началу показалось это прикольно, а потом, когда сравнил с точечками и без, я понял, что с точечками говно, тем более что-то современное такое снимать. То есть это хорошо под старину, когда стилизуется. Как в клипе на король шут был. Наели мясо мужики. Вот. Там-то хорошо сыграло, на такой эффект старины. В каком-то сериале, который сейчас в хорошем качестве должен выходить, это, конечно, просто ужасно. Вот я перерендерил всё, понял, как я был непрофессионален в первых сценах, как там всё криво было устроено. Ну, разобрался, перерендерил всё нормально. А касаемо звуков, я проклял всё. Я ненавижу работу звуковика, я её просто проклинаю. Если бы у меня был выбор убрать один аспект работы, я бы выбрал именно работу со звуками, чтобы она идеально у меня... Чтобы кто-то её за меня делал идеально, да? Вот. А с музыкой также большая беда. Вот, например, в начале сети должен был играть Моцарт. Музыка ангелов или пение ангелов, как-то так. Оно настолько туда идеально подходило, это было настолько необычно и завораживающе, что я просто был в шоке. Эту музыку мне, кстати, друг нашёл. Это классическая музыка. Я сначала тоже не въехал, а в чём смысл. Но как только я подстал, как только я послушал, я понял, это настолько необычно. Я скину в группу ВК первый вариант серии, в котором музыка Моцарта. Вот. Начал лопатить сети со звуками. Нормальность всего один сайт, где можно звук в один клик скачать без лишних регистраций. Вот так же ко мне в руки попало два архива, но один скачет для монтирования каких-то смешных видео, а второй слишком большой, и там всё на английском, там ничего не понимаю. Вот. На подборку звуков было потрачено огромное количество времени. Ну, хотя как, я сделал всё довольно стримительно за два дня. Вот. Но мучения были потрачены. Муки были адские, конечно. Просто ненавижу работу со звуком. Возможно, это связано с тем, что мне свою музыку приходится отключить, чтобы слышать, что там происходит. Вот. А, ну, собственно говоря, я начал искать звуки, подставлял. Не все звуки мне получилось найти. Например, у меня было всего два звука ткани. И тот самый звук, который подставляют... который подставляют везде, я его найти не смог. Я так и не понял, как это называть. Но такой звук ткани, знаете, вот его везде-везде подставляют. Он так хорошо звучит. А у меня было всего два звука, и то не самых лучших. Ах, все нормальные звуки, но не те, какие я хотел бы, скажем так. Ну и тут русские дух и смекалка во мне заиграли. Я так и это встал. Пошел в котельдор, смотрю на свои куртки, там кофта. Так и битрюк. Начинаю там их тететь между собой. Смотрю, какой звук получается. И тут на глаза мне попадается моралевая... Это, как она называется? Маска, в общем, медицинская. Сейчас такие заставляют одевать в магазинах и в автобусах. Да, типа профилактика от коронавируса. Вот, тут нам попадается на глаза, я так беру в руки. Потерю в руках, понял, это отличный звук. Подошел к компу и начал ей шуршать. Шла живая озвучка буквально. И получилось очень достойно. Я прям не ожидал. Но особенно в сценах, где несколько персонажей, это шуршание маской, она идеально пригодит звук одежды. По мне, получалось вообще здорово. Явно не хуже, чем какие-то скаченные звуки. Также я подкидывал свою сумку и ловил. Тоже там хлопал по сумке. Вот такая... Типа тропфеля. Вот. Тоже какие звуки там были записаны. Но звук только пожатия. Я один записал так от себя, от души, знаете. Или два, что ли. Ну, собственно говоря, там разница вообще невелика. И, как по мне, у меня все отлично получилось. Также там в сцене битвы с зомби есть кадр с волком, который я затащил. Это идеальный промежуточный кадр. Он вообще появился чисто из-за того, что в самой анимации там выглядело очень интервано, что сначала они падают, а потом Блавин такой, эх, голову поднимает. И видишь, что вот Лемочка и зомби уже сцепились. Ну и, разумеется, там нужен был какой-то промежуточный кадр. Я подумал об волке. И еще этот звук воя прям идеально подошел. Я когда для съем показал, они такие, это идеально, все. Но оставили, это прям не обсуждалось. При этом мой друг такой, за волка однозначно лайк. Вот. И мне само это очень понравилось. Потом, что еще? Все. Достаточно говоря, уже закругляемся, по идее. Я не знаю, что еще можно тут сказать. Так. А, также был скопирован звук из Лоста. Вот этот звук такой, пум. Или как вот такой звук для интриги, да? Я его не смог так найти, поэтому пришлось записать серию Лоста кусочек. И обрезать все лишнее. Не подставить. Вот такая вот небольшая хитрость. Вот. Вы не можете представить мне мое удивление, когда я захожу на YouTube, я сначала залил сеть его в ограниченный доступ, и смотрю, у меня прилетают авторские права за песню Моцарта. Я был готов принять авторские права на что угодно, на любую там музыку, я бы мог бы заменить, но... На Моцарта? Я был в шоке. Я думаю, я пойду его могилу сейчас вскроют, а он там снова там сидит, мне слайк кидает. Какая-то компания все-таки владеет правами на Моцарта, и вот... Ну какие ж ублюдки, а? Ну дайте вы мне две минутки-то поиспользовать. Дайте мне из моего говна сделать музыкальное говно, а? Ну я уже повторялся. Повторюсь еще нею. Я скинул группу в ВК. А, серию с Моцартом. Вот, это там идеально просто звучало. А также, почему в сериале нету озвучки? И из которых всего не будет. 99% что не будет. А во-первых, аудитория сериала растет из-за того, что нету звуков, нету какого-то языка, на котором бы герои говорили. Во-вторых, не нужно делать анимацию рта. В-третьих, не нужно прописывать диалоги. В-четверых, не надо ждать озвучку. В-пятых, мы ее не сможем записать нормально. То есть, озвучить меня могу только я сам. А у меня голос даже близко не похож на какой-то дикторский. Озвучивать какую-то камедию, какие-то шутки, это я могу. Записывать видосы тоже я могу. Озвучить качественно сериал. Типа или такой вроде как серьезный, да? Я не могу. Точнее, я могу, но это будет звучать убого просто. Ну и оборудование у меня, микрофон с наушниками. Вот и все. А, также еще одна... Много было смешных историй. Может, я буду их рассказывать как-то после каждой серии, не знаю. Кстати, пишите, нужны ли вам такие видосы разговорные. Вот. Наверное, я буду их записывать после каждой серии. И что интересного произошло за этот момент. Вот. Гуляем с другом. Он мне пытается объяснить один сюжетный ход. Мне он, скажу честно, он мне не понравился вообще. Но он так мне объясняет, объясняет, объясняет. Я такой, я смотрю, так не иду, а как я это покажу? Он такой, блядь, у тебя ж немая хуета. Да, будем показывать историю без слов. Но сюжет он хороший, как по мне. Сюжет, который можно показать без слов. Вот. Так, ну что тут еще можно сказать? Про эти мы... Так, про звук поговорил, про монтаж. А, ну с монтажом было не сложно, именно сам видеокат. Я решил, что... Какие эффекты камеры я хочу сделать, я их уже сделаю в Мейн-Иманты. Какие там приближения, отдаления. Что я хочу сделать касаемо каких-то затуханий, то тут. Ну, буквально там в начале, в конце. Там, порубить чуть-чуть видеокат. Так что... С монтажом самого видеокяда было легко. В первой версии также был блик солнечный. Но он был наложен очень криво, и я петли делал все с нуля. Вот до этого я уж не особо помнил, что я там наворотил, поэтому... Желательно, конечно, чтобы... Чтобы нормально были файлы названы, потому что название файлов у меня, это просто полная каша. Хотелин поймить, что там и где происходит. Потом я просто такой... Когда пришло время монтировать, я просто... Заглянул на свои папки, что-то мне затреснуло, я не знаю, что. Может, стул? Ну, что-то так это... Дернулся аж. Вот я так в теме это... Да блин, да какой дурак, столько папок понасоздавал, что-то ничего непонятно-то, а. Ну, так в следующей сети я, наверное, уже буду нормально как-то сортировать все файлы. А пока что надо старые подчистить. Что я хотел вставить, я уже вроде бы вставил в этот видос. Ну, а именно... Так. А именно то отребение от лавы, которое я точно удалю. Но надо оставить для эстетических моментов, да. Вот самое главное, что начало положено. И что-то я уже долго сижу, разговариваю сам с собой. Надеюсь, что хоть вы послушаете. Ну, в общем, заканчиваем, ребят. Надо было мне выговориться и злить душеньку, да. Главное, что начало положено. А, вот, ну, наверное, уже где-нибудь появилось. Там первая версия превью. Главное, что начало положено, буду стараться дальше. Пока что у меня два дня отдыха, и дальше я опять возьмусь за работу. Помните, Лукотель из Миры? Просила просто не забывать её имя. Да вот я вас попрошу об этом же. Не забывайте меня. Заходите на мой канал, вам здесь всегда отрады. Может, ещё второй сетель дождётесь. Что ж, ребята, вроде бы и всё. Кто захотел, тот послушал. Спасибо. Всем удачи, всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok